Привет всем, зима. Тепломашине всем хочется, но раз и печка вообще перестала включаться и греть. Включаем и ни хера, никакого звука. Все мертвое и не дует ни холодного, ни горячего воздуха. Что нам нужно сделать в первую очередь, если мы на дороге и далеко от города? В других видео я рассказывал, что нам делать и на что обратить внимание, если печка плохо греет или греет только одну сторону, а с другой стороны дует холодный воздух. И ссылки оставлю ниже под этого видео. Довольно интересное видео и рекомендую посмотреть. А теперь именно этот конкретный случай. Печка не работает, не греет. Причины и устранения. Вентилятор печки вообще не включается и не дует. Тут я покажу несколько приемов, с помощью которых мы самостоятельно сможем найти поломку и починиться. Значит, что мы должны сделаться? В первую очередь проверяем предохранитель печки. Предохранители в разных машинах находятся в разных местах и трудно всех перечислить. И так многие водители знают, где именно в ее машине находятся они. Так, открываем крышку предохранителей. И в первую очередь ищем тот предохранитель, который рассчитан на высокое потребление электроэнергии. Значит, чем больше ампер написано на предохранителе, проверяем в первую очередь тот, чтобы не терять время. Но если таким образом не удалось найти перегоревший предохранитель, тогда проверяем все остальные. Может такое случиться, что кто-то до вас переставил и не на своем месте воткнул предохранитель печки. Или раньше перегорело и вместо предохранителя высокого напряжения вставил предохранитель низкого напряжения. Для проверки существуют разные инструменты, и они должны у всех бардачки. Где дешево покупать, ссылки я оставлю ниже под этого видео. Но если нету, что тогда делать? Тогда будет чуть посложнее найти нерабочий предохранитель. Но куда деваться? Придется попотеть. Достаем из бардачка запасной рабочий предохранитель. Желательно высокоамперный. И поочередно снимаем каждый предохранитель и втыкаем ее на ее место. Открываем зажигание и включатель печки. Если вентилятор печки зажуржала, тогда все в порядке. Садимся на машине и когда будем в городе, покупаем соответствующий предохранитель и вставляем на своем месте. А если вы человек непредусмотрительный и нету ни инструментов, ни запасного предохранителя, как тогда проверить? Тогда придется выявить неработающего предохранителя методом переборки. Переставляем две соседние предохранители. Если печка заработала, тогда мы уже будем знать, что из этих предохранителей одно не работает. Чтоб выяснить, именно какой из них не работает, достаем еще одного предохранителя. Только запоминаем. Все где, в каком гнезде какая была. А то не исключено, что вы останетесь не только без печки, но и вообще потом двигатель не заведется. Так что будьте внимательны. Короче, вы поняли суд с такой проверки и также поняли, что может случиться из-за вашего пофигизма. Идем дальше. Значит, мы определили, какой именно предохранитель не работает и почему у нас печка не топит. Если нету запасного предохранителя и если вы блондинка и не знаете, что целостальше, показываю. Ищем в багажнике такую тонкую проволоку. Или если нету, отрываем маленький кусочек серебристую бумажку из сигаретной пачки. Делаем так, как я и вставляем потом предохранитель в своем гнезде. Короче, существует множество вариантов для выхода из такой ситуации. И их всех я не смогу перечислить. А то видео получится слишком длинным. Если все предохранители, целье и печка не включаются, тогда переходим к следующему шагу. Как мы знаем, часто вентилятор печки установлен на право от водителя, под торпеды. Постукиваем внизу, там, где вентилятор. Часто бывает, что соединительные контакты окисляются или подгорают из-за высокого напряжения. Если постукивание не помогает, тогда придется разбирать торпеду под бардачком. Смотрим внимательно. Шевелим проводки около разъема. Шевелим и поддергиваем сам разъем. Если печка не реагирует, не включается, снимаем разъем и внимательно смотрим контакты маму и папу пины. Иногда бывает, что пины разъема подгоревшие из-за электрического напряжения или вообще отошедшие, друг от друга. Если так, чистим контакты или временно добавляем вот так проводки в пины. Если там все в порядке или это не помогает, тогда причина, вероятнее всего, в другом. Лучше, если вы не электрик, дальше не лезть, чтобы не натворить там более ужасную. А если вы электрик, тогда это видео, наверное, не смотрели бы. Если такими простыми способами вам не удалось выявить причину поломки печки, тогда лучше доверить это дело электрику. Потому что в электрическом цепи печки есть еще другие важные детали и элементы, где разбираться могут только электрики. Если у вас не работает первая, вторая, третья скорость печки и работает только четвертая скорость, как это увеличить, то есть у меня об этом видео и ссылку оставлю тут же в описании. Ну и в конце этого видео хочу попрощаться. Спасибо всем за внимание и прошу подписаться на канал и ставьте лайк. Так же, что ваших комментариев.